Муниципальное образование Николаевский район. Зовут меня Львов Николаевна. Я заместитель главы по экономике. Так, Николаевский район находится в южной части Ульяновской области. Какие его преимущества? Ну, первое его преимущество то, что у него развита хорошо логистика. Через район проходят две автодороги. Одна федеральное значение, другая региональное значение, которое практически пересекает его с юга на север и с востока на запад. За счет этих преимуществ мы планируем развивать логистику. И следующее преимущество нашего района, что традиционно в нашем районе развиваются такие отрасли. Это сельское хозяйство и деревопереработка. Также за счет этих преимуществ мы хотим развивать дальнейшее развитие сельского хозяйства и деревопереработки. Что мы используем для привлечения инвестиций в данные преимущества? В сельском хозяйстве у нас имеется большая площадь свободных земель сельскохозяйственного значения. В деревообработки, так как это традиционная отрасль, у нас имеется в Николаевском районе 14 субъектов, которые занимаются деревообработкой, но никто из них не занимается глубокой переработкой. В этом направлении мы хотим привлечь инвестора под производство комплектующих мебели из дерева. Так как наши предприятия, деревообработки, поставляют в соседнюю Пенисскую область, например, только в виде пиломатериалов. По развитию логистики используем вот этой транспортной инфраструктуры. Мы планируем привлечь инвесторов. У нас есть такая площадка, она уже как бы выделена. Это областная собственность под развитие индустриального парка. Но для того, чтобы этот индустриальный парк заработал и провести туда все инженерные коммуникации, нужен якорный инвестор. Вот этим поиском мы сейчас занимаемся. Но что я хочу сказать по первой площадке? Первая площадка – это привлечение инвестора на земли Дубровского сельского поселения. В настоящее время оформлено тысячу гектар. Это земли муниципальные уже. Какую категорию инвесторов мы хотим привлечь на данную площадку? Это предприятие, которое бы занималось производством зерновых и крупяных культур. Почему именно в данном направлении хотим? Потому что есть преимущества. Это рынок забытого. Есть мельницы на территории района. Есть крупяной цех по переработке крупяных культур. Хорошая логистика. Так как транспортная, я уже говорила о том, что преимущества транспортной инфраструктуры в нашем районе очень хорошие. Так, если по пятому вопросу. Так, презентация на сайте. А, значит, как мы продвигаем муниципальное образование, как ищем мы инвесторов? Ну, конечно, у нас сейчас есть презентация, которая размещена на нашем сайте. Данную презентацию мы еще распечатали в виде буклетов. И на всех встречах, которые проходят за пределами района и за пределами региона, мы эту презентацию еще раздаем в бумажном виде. Также мы осуществляем связь с земляками нашего района, которые находятся за пределами региона и имеют возможность привлечь инвесторов. Также мы эту информацию размещаем в соцсетях и проводим, когда проходят семинары с местными предпринимателями, мы также это информируем. Во всех информациях имеются контактные данные, куда могут обратиться инвесторы за получением той или иной информации. Дальше, что у нас будет в презентации, это шестой вопрос, как проходит взаимодействие с инвестором, то есть путь инвестора. Мы здесь набросали схематически, так как уже контакты у нас все размещены и находятся в печатном и в электронном виде размещены, мы вот такую небольшую цепочку выстроили. То есть к нам поступает либо звонок, либо личное обращение интересующих инвесторов. Звонок поступает в зависимости от направления, либо главе администрации района, либо начальник отдела сельского хозяйства, либо начальник управления экономики, либо в Центр развития предпринимательства. Следующий этап, значит, в ходе разговора с потенциальным инвестором, сотрудниками данных, кто ответил, объясняется о том, какие преимущества данных инвесторных площадок, что мы можем инвестору по тому или иному направлению его интересующих предложить в нашем районе. И договариваемся о том, что все преимущества мы объясняем, но лучше, конечно, личные встречи, и тогда уже личные встречи мы можем объяснить более подробно. Договариваемся о встрече с потенциальным инвестором, выбираем место встречи, либо это администрация для того, чтобы увидеть какие-то личные контакты, наладить встречи, либо, если он пожелает, то отправляемся сразу на место инвесторной площадки. И там уже в личной беседе с инвестором объясняем все преимущества ведения бизнеса в нашем районе. И в том числе, чтобы появился у нее интерес, рассказываем и про историю района, и какие-то статистические данные, и какие-то климатические условия. Рассказывая о том, чтобы появился интерес, интересовать инвестором. Следующий этап взаимодействия с инвестором, если уже у него появился интерес, и он хочет более подробно узнать об этой инвестиционной площадке, мы назначаем уже конкретное совещание, конкретное место, данное время, для того, чтобы пригласить туда компетентные органы, эквистентных сотрудников, для того, чтобы по его направлению преподнести более подробную информацию. И чтобы закрепить уже эту информацию, подготовленные бумажные буклеты с номерами телефонов, со всеми преимуществами, на территории нашего района уже отдаем инвестору. Значит, дальше, если уже достигнута договоренность на этом совещании, что инвестор все-таки уже хочет реализовать на территории нашего района этот инвестиционный проект, мы закрепляем кураторство, тут же кураторство с конкретными фамилиями, с конкретной должностью, чтобы отвечали за какое-то то или иное направление, для того, чтобы инвестор проект заработал. Дальше мы направляем инвестора, либо в корпорацию, в наш центр развития предприниматель, либо в корпорацию, чтобы оказали помощь в составлении бизнес-проекта. Затем, когда уже бизнес-проект все сформирован, согласован со всеми направлениями, уже дальше идет процедура, если это по сельскому хозяйству, как мы описывали, значит, это уже обращение документов в комитет по земельным имуществам и заключение договора земли. Дальше, если нужно инвестору кредитные средства, мы направляем в банк, для того, чтобы договариваться о встрече конкретно в банке с руководителем, чтобы он его принял и предложил все кредитные условия, и если ему более выгодные условия, можно посоветовать, чтобы он вступил в аккор и там уже более низкая процентная ставка. Дальше, после того, как уже кредит будет одобрен, если он, может, будет нужен, одобрен кредит, получен, уже нужно помочь ему заключить договора о поставке на то или иное оборудование, либо семена, либо еще какое-то направление. И дальше мы сопровождаем проект, закрепленный аккуратно, до полной его реализации. Это вот как бы путь взаимодействия с инвестором. Но какие могут быть здесь, вот на этом пути, возникать проблемы? Ну, проблемы могут возникать практически на каждом этапе вот этого взаимодействия. Здесь на первом этапе, если поступил, например, звонок, может не ответить телефон, либо отсутствовать сотрудник. Что мы здесь можем улучшить? Здесь нужно подготовить вот тех ответственных лиц, готовить не только одного сотрудника, но чтобы весь отдел был в курсе, и любой из сотрудников мог ответить инвестору на тот или иной вопрос. Дальше, например, ну, какие еще могут быть? Может быть, непонятно, вот, кураторство или еще что-то. Ну, каждый, каждый этап, на каждом этапе, я думаю, что могут возникать проблемы, но так как закреплен будет ответственный сотрудник от каждого направления, он эти проблемы будет решать. Так, дальше, восьмой вопрос. Так, дополняем. Так, что еще мы можем улучшить? Вот, у нас не практиковалось, но я думаю, что нужно вот на этапе с включением, когда будет договор о назначении кураторства, нужно еще и заключение в соглашении, заводись с инвестором. И я думаю, что нужно делать все-таки не одну презентацию, а несколько презентаций для того, чтобы конкретно инвестор, если он хочет инвестировать в сельское хозяйство, видел свою презентацию. Если он хочет инвестировать вот в логистику, в транспортную структуру, то он должен свою презентацию видеть. Потому что в каждой презентации должны номера телефонов указать конкретно по данному направлению. Что мы хотим применить из лучших практик агентства стратегических инициатив? Мы хотим вот включить в соглашение между инвестором и администрацией соглашение гарантии о не ухудшении положения инвестора. Эта практика такая есть, мы ее изучим и будем применять в себя. Также мы хотим включить в практику создание квалифицированной команды по продвижению района. То есть просто на сегодняшний день, как мы продвигаем район, я же говорила, что мы рассылаем, звонки отправляем. Все-таки нужна команда для того, чтобы продвигать район. Мы эту практику изучим лучше и постараемся применить ее у себя. И также мы хотим внедрить в практику определение перечня направлений инвестиционной деятельности, развитие которых является приоритетным для района, исходя из его долгосрочной стратегии развития. То есть все, что в стратегии развития района прописано, те направления, например, 3 дерева, обработка, сельское хозяйство, логистика, нужно из этого исходить и перечень направлений составить и закрепить его. Может быть даже нормативно правым актом. Мы изучим эту практику. Так, следующий вопрос, что бы мы хотели добавить в нашу презентацию. Ну, во-первых, у нас в нашей презентации не было вот этого порядка взаимодействия с инвесторами. Мы это хотим добавить. Но, конечно, много текста заменим инфографикой. Для того, чтобы текст, он не читаем и не так визуально для инвестора, а привлекателен. Для того, чтобы было очень сразу наглядно видно. Но добавим еще в слайд контакта, у нас просто номер телефона, фамилию. Нужно фотографии добавить. Ну, конечно, дизайн, шрифт, технику поправить. Ну и какая нужна нам помощь? Помощь от корпорации, наверное. Все-таки помочь нам в оформлении, техническое оформление дизайна. У нас нет таких возможностей, нет специалистов в районе. Ну, и все. Спасибо, Любовь Николаевна. Дайте поаплодируем. Подробно. Вот, на мой взгляд.